МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинаем информационный день на ЮЭТВ в студии Дарьи Вершилинка. Здравствуйте. Режим тишины в зоне АТО в целом соблюдается. Отдельные провокации со стороны российских оккупантов зафиксированы на Мариупольском и Донецком направлениях, сообщили в штабе АТО. Марьинку, Водяной и Красногоровку обстреливали из стрелкового оружия. В Гнутовой Марьинке работал снайпер. По Авдеевке боевики вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Всего за прошедшие сутки бандформирования нарушили режим тишины 16 раз. Вооруженные силы Украины на провокации не отвечают, огонь в ответ не открывают. В целом, обстановка в районе АТО характеризуется соблюдением режима тишины, за исключением отдельных вооруженных провокаций со стороны противника. В Украине начинаются масштабные сборы резервистов. Как сообщили в Генштабе, к учениям привлекут резервистов 9 боевых бригад вооруженных сил Украины, в каждую по 1000 человек одновременно. Во время двухнедельных сборов резервисты будут заниматься исключительно боевой подготовкой, слаживанием действий подразделений и экипажей, привлекать их к нарядам, хозяйственной деятельности и строевой подготовке Генштаб строго запретил. Сборы резервисты проведут в своих боевых подразделениях, на своих технике и должностях. Практическая часть учений пройдет на полигонах, завершатся сборы бригадными тактическими учениями по боевой стрельбе, в которых будут участвовать сформированные из контрактников и резервистов подразделения. Целью этих сборов является, во-первых, поддержание боевой готовности военнослужащих, которые отслужили уже год по мобилизации, демобилизовались и уже кто год, а кто больше живут гражданской жизнью. Но главная цель – отработать механизм быстрой до комплектации боевых бригад в случае открытой агрессии противника. Именно резервисты смогут за короткое время, без дополнительного боевого слаживания, прийти в свои подразделения, и они будут в полном составе, готовы отразить любое наступление врага. Акции в поддержку Ильми Умерова прошли в разных странах мира. В знак солидарности с замглавой Меджелеса крымско-татарского народа люди вышли в столицах Польши, Чехии, Германии, Канады, Латвии. К акции присоединились посольства Украины в Словении и Португалии, а также объединение украинцев в Бельгии. Свою поддержку Умерова выразили и в украинской столице киевские активисты вывесили баннер на аллее Героев Небесной Сотни, хотят привлечь внимание к преследованиям крымских татар оккупационной властью Крыма. Президент Петр Порошенко поблагодарил всех неравнодушных и пообещал продолжать борьбу за освобождение зампредседателя Меджелеса и остальных заложников России. Напомню, подконтрольная Кремлю власть обвиняет Умерова в сепаратизме. 18 августа его принудительно перевели в психлечебницу, якобы для экспертизы. При этом отобрали жизненно важные лекарства. 13 сентября рассмотрят апелляцию на содержание Умерова в психиатрическом стационаре. Они покинули родные дома из-за войны. Истории украинских переселенцев, которые не упали духом и удачно обосновались на новом месте, можно прочесть в книге «Обездоленные непреодолимые». Здесь 15 историй людей, которые, вопреки всему, стали успешными. Сильные не на словах, а в деле. 15 проникновенных и трогательных историй людей, которые жили на Донбассе и в Крыму. Они вынуждены были переехать из-за необъявленной войны России против Украины. Татьяна Коновал после оккупации родного Должанского переехала в Киев. Ее любимое дело – роспись писанок. Она – заслуженный мастер Украины. За 19 лет Татьяна опробовала на практике много старинных методик древнего ремесла. Работы мастерицы продаются по всему миру – в Японии, США, Австралии, Канаде, Польше. На новом месте продолжает творить, учит этому искусству детей. Говорит, не ожидала, что ее история попадет в книгу. Я была очень сильно удивлена, увидев там сидеть большую, огромную статью. И читала я ее и со слезами на глазах, потому что вновь и вновь приходилось переживать события, которые очень сильно старался забыть. Еще один герой книги – Александр Горбатко. Переехал из Донецка в Киев два года назад. В столице занимается общественной инициативой, помогает внутренним переселенцам с гуманитарной помощью, оформлением справок и восстановлением документов. Его история повествует о том, как строитель стал активистом. Александр и Татьяна считают, такие книги сейчас нужны. Они помогут переселенцам не сломиться, а найти свой путь в новой жизни. Наши все истории в этой книге и те, которые будут написаны – это протест, это работа над тем, чтобы эту страну исправить. Я считаю, что такие истории должны почитать, такие истории должны рассказывать в школах, чтобы люди видели, что не все безнадежно, что мы действительно в силах изменить ситуацию вокруг себя. Такая книга, наверное, как вы сказали, может являться ориентировкой для многих, которые не нашли в себе потенциала или боятся его найти открытие, попытать свои силы на новом месте. Авторами истории переселенцев стали журналисты почти со всей Украины. Назарий Вивчарик из Щеркас говорит – было очень сложно, ведь успешных историй много. Большинство переселенцев не сидит сложа руки. Когда мне предложили написать зарисовку для сборника, то возникли небольшие трудности. Ведь на нашем сайте уже был проект, где переселенцы публиковали свои истории о том, как они преодолели жизненные трудности. И выбрать кого-то одного из них было очень трудно. Но, к счастью, у нас получилось. Издатели обещают вскоре выход второй книги. Читатели смогут узнать истории и других успешных переселенцев. Людей, оставивших родные дома только потому, что они граждане Украины не только по паспорту, но и в сердце. Владимир Гросул, Тимофей Сорокин, ЮАИ-ТВ. В этом году Украина может получить долгожданный безвизовый режим с ЕС. Так считает еврокомиссар по вопросам расширения европейской политики соседства Йоханнес Хан. По его словам, ожидается, что Европарламент примет соответствующее решение в отношении Украины и Грузии. Вероятно, это произойдет в октябре-ноябре, сообщает Радио Свобода. Зеленый свет от Менивиз должны дать Европарламент и Европейский совет. Тогда уже зимой украинцы смогут свободно ездить в страны Шенгена. В Киеве стартовал девятый фестиваль в поисках Made in Ukraine. В эти выходные на контрактовой площади столицы собрались четыре сотни отечественных производителей. Среди участников как уже известные бренды, так и совсем молодые стартапы. Ассортимент разнообразный, от одежды и обуви до товаров для дома и продуктов питания. И главное, все они сделаны в Украине. С фестиваля вернулась Тамара Кононенко. Каждый новый фестиваль Made in Ukraine открывает новых производителей. Многие его участники, увлеченные хендмейдом, уже стали известными украинскими брендами. Наташа, одна из основателей мастерской игрушек, рассказывает. Вместе с подругой начинали шить игрушки для собственных детей, позже для друзей. Теперь у нее уже есть свой интернет-магазин и постоянные покупатели. Все игрушки выполнены из безопасных материалов по авторским эскизам. Игрушки мы делаем все с эмоциями. Игрушки должны радовать того, у кого они будут стоять, потом в дальнейшем. Причем некоторым игрушкам мы делаем только намек на эмоции. Например, кукла. Мы рисуем только глазки, например, без ротика. И ребенок, играя с этой куклой, может в дальнейшем каждый день придумывать ей свои эмоции. Тут она улыбается, тут она грустит, тут она вместе с ним задумалась или о чем-то мечтает. Расширяется и ассортимент товаров. Сегодня в Украине делают не только одежду и продукты питания. Большим спросом пользуется и отечественная косметика. Раньше у нас ее практически не производили. Косметолог Карина разработала собственную авторскую линию ухода для лица, тела и волос. Главный акцент сделала на качестве ингредиентов, безопасности и эффективности средств. В составе масла, витамины, натуральные экстракты и антиоксиданты. Я практикующий косметолог и человек, ведущий активный здоровый образ жизни. Составы косметики на самом деле абсолютно неудовлетворительные, особенно профессиональной косметики. Так как создатели бренда в основном задумываются о мгновенном каком-то результате и совсем не думают о здоровье людей, покупателей. А вот эти пальто, которые шьются в Украине, носят не только наши модницы. Часть пошитого товара экспортируется во Францию, а там, поверьте, знают толк в одежде. Главными преимуществами своей продукции производители называют ее качество, доступность и натуральность. У нас в соответствии цена, качество. Вещи качественные, ткань только натуральная. Это или 80% шерсть, есть даже 100% шерсть с добавкой кашемира. То есть, ну, если даже какие-то добавки, то это то, что необходимо. То есть, прекрасно носятся, они легкие, уютные. И вещи для украинского рынка недорогие. Натуральные и экологически чистые материалы используют большинство отечественных производителей. А продукты питания все чаще получают маркировку «органические». Также создатели брендов активно следят за последними модными тенденциями. Высоко ценят наши товары и покупатели. Каждый фестиваль Made in Ukraine собирает настоящие аншлаги. Люди признаются, что все большее количество товаров в их доме отечественного производства. Покупаю сумки, одежду в основном. И, в принципе, сама делаю косметику. Я не первый раз на фестивале, уже третий. В основном покупаем какие-то мелкие вещи, ну и смотрим тенденции нашей украинской моды. Очень интересно. Практически все стараемся свое брать отечественное. Почитаем, допустим, где же продукты питания в основном, конечно. Этим летом фестиваль Made in Ukraine уже вышел за рамки национального. Так, прикупить украинские товары и попробовать украинский борщ с салом и другие национальные продукты смогли жители Риги и Юрмалы. Тамара Каноненко, Антон Куница, ЮЭй ТВ. Сборная Украины по баскетболу в рамках отбора на Евробаске 2017 победила команду из Косова. Хозяева площадки при поддержке родных трибун в Митровице показали в первой половине довольно хорошую игру. На большой перерыв косовары пошли с перевесом в 2 очка 34-32. Сразу на старте второй половины синий-желтые решили подтвердить статус фаворита встречи, сделав рывок 10-0. Но хозяева смогли выровнять игру. Третья четверть завершилась ровно 52-52. В конце матча украинцы были напористее и точнее. Это и позволило им праздновать вторую победу подряд 63-70. После двух игр наша команда идет в группе на втором месте, уступая первая Словении из-за разницы очков. Выяснить, у кого больше прав на лидерство команды смогут уже 7 сентября в личной встрече. Матч пройдет в славянском цели. Отмечу, сборным предстоит сыграть еще четыре тура. На прямую финальную часть Евробаскета 2017 выходит команда, занявшая первое место. Второй придется играть в плей-офф. На этом ставим точку. Больше информации на сайте Украинформа.